тебе нравится работать на amazon записывайся всем привет часто задаваемый вопрос о работе на складе amazon о заработной плате давайте разберемся детальнее чего стоит отталкиваться чтобы собрать полную картину и можно было приблизительно почитать возможный заработок все сотрудники делятся на два отдела inbound и outbound имея за этими зауалированными словами сотрудников соответствующих отделов например когда я работала на позиции стол раскладывания товаров то я относилась к inbound и слева есть наименование смен и график работы справа но давайте детальнее разберем тему заработка на примере outbound позиции пик разберем два месяца и посмотрим какие и сколько смены графики и как посчитать оплату за труд количество рабочих дней в неделю 4 по 10 часов плюс 30 минут обеденный перерыв в итоге рабочий день 10 с половиной часов в это время еще входит 2 оплачиваемых перерыва по 15 минут хоть рабочий график и предполагает что месяц работа ежедневные смены а другой месяц в ночные скажем так смена режима происходит под конец месяца и так я работала в смену plb 1 red среда четверг пятница суббота в начале месяца по графику было 14 дневных смен и 4 ночных и того 18 смен за конкретно этот месяц в моей смене можно брать и дополнительные смены если таковы будут объявлены и работать шесть дней подряд но каждое четвертое воскресенье должно быть выходным днем но один важный момент не всегда есть дополнительные смены и что еще важнее не всегда может получиться записаться на дополнительную смену по двум причинам нехватка места или банально не всем разглашается информация о дополнительной смене и так подсчет по любому рабочему графику таков ставка умножается на количество отработанных часов плюс премии 8 процентов за посещаемость и 7 за эффективность коллектива то есть выполнение нормы но в условиях пандемии премия немного изменена плюс еще количество часов за дополнительные смены которые считаются по двойному тарифу и подсчет ночных смен ночные смены считаются немного иначе время ночной смены после 10 вечера считается с прибавкой 20 процентов часы оплачиваемых урлопов их два дают на месяц если посмотреть на пасек выплат за декабрь 2020 года то здесь еще учитывают часы оплачиваемых урлопов и есть графа налога это мой конкретный случай налог составлял 1122 злотых 22 грош но здесь еще нету премии которая выдавалась за рождественские период уже в январе если взять другой месяц смене плб 1 рэд 9 ночных и 8 дневных и того 17 смен по графику плюс дополнительные сколько удастся взять но если обратить внимание на смену пелый 4d рэд то в этом же месяце 12 ночных и 7 дневных что в сумме 19 дает и это на 2 смены больше а именно больше на три ночных смены что уже по оплате будет выше в итоге и на одну дневную смену меньше но и дневные по себестоимости выходят так скажем дешевле поэтому сравнивая в этом конкретном случае одна из смен имеет больше рабочих дней а именно ночей у всех каждый месяц плюс-минус количество смен одинаково но еще важно учитывать что дополнительные смены могут не быть в какие-то дни когда у тебя выходной поэтому важно еще в какие дни недели ты работаешь со своей практике скажу что дополнительные смены практически всегда были в воскресенье и вторник и для меня было очень удобно работать по графику со среды по субботу включительно так как дополнительные смены были сейчас можно перейти на официальный сайт amazon и найти предлагаемую ставку оплаты труда чтобы сделать по счету зарплаты но опять таки это тяжело сделать так как не знаешь какое количество дневных и ночных смен будут по графику и какое количество дополнительных смен удастся отработать